Казахстан С судебными исполнителями юрист, брат и сестра заемщицы пытаются начать переговоры. Нельзя выбрасывать из единственного жилья мать-одиночку, которая не виновата в наступившем кризисе и просила в банке пойти на встречу. Хотя бы на время снизить сумму платежей. Но приставы неумолимы. Решение суда у них на руках и оно должно быть исполнено. Незваные гости направляются к двери подъезда. Ильмурат пытается им помешать, но численный перевес явно не на его стороне. У двери квартиры юристы-родственники Турцыная пытаются воззвать к человеческим чувствам незваных гостей. Не помогает. Те создают перед дверью живой щит, а прибывший с ними слесарь принимается ломать замок. Несколько минут нехитрых манипуляций и все кончено. Дверь открывается, исполнители входят в квартиру. Начинается опись имущества. Банк настолько щедр, что согласен перевести имущество выселяемых за свой счет. Журналистов в квартиру, естественно, не пускают. Теперь мы дальше будем обжаловать это. Мы все это будем опротестовывать, обжаловать. Мы будем судиться. Дальше будем судиться. Мы все равно не оставим свое жилье. Банку. Извините, мы ему выплатили определенную сумму. Встанет ли суд на сторону обычных людей в противостоянии с банком, вопрос думается риторический. Казахстанские власти всегда отличались повышенной любовью к своим банкам. А об электоральном балласте власть вспоминает только в предвыборный период. Субтитры создавал DimaTorzok